Видите, какая славная у нас кафедра. И все мы приветствуем Степана Ивановича. И я хочу продолжить тему, которую поднял Валентин Александрович, сделав очень обстоятельный и душевный доклад о творческом пути Степана Ивановича. Я еще раз позволю это кратко изложить с некоторыми добавлениями. Степана Ивановича Шашутова. Наш друг, в сей день высокославный, прими наш пламенный привет. Ты самый старший, самый главный. Средь нас тебе подобных нет. Средь всех, конечно, нас. Ну, 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 хватит. И что еще отметить важно, что нужно вставить в этот стих? Шагал по жизни ты отважно и очень многого достиг. Шагал по жизни в ногу с веком. А век достался нам крутой. Но ты остался человеком. И это подвиг непростой. Мы чтим тебя за ряд достоинств. За дружбу теплую твою, за ум, за труд, за честь и совесть, за крепкую твою семью. С женой, подругой верной Ниной, ты как за каменной стеной. Она поможет с писаниной, с хворобой справится любой. Она накормит и напоит, но не позволит перепить. В ликое время успокоит, но как такую не любить? Вы дождались достойной смены, согласии дети и отцы. Ученые и бизнесмены Наташа с Витей молодцы. А внучкам Юле, Тане, Оле им далеко еще идти. И в университете или в школе, они найдут свои детей. Ну что ж, прекрасные итоги на ювелирном рубеже. И завершающие сроки эсквера второго церкви уже. Виват, профессор Шашуков, отличный житель из мужиков. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Степанович, это вам отдаст? Наташка, вы думаете, что где-то здесь вы женились? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наташа, я поняла, что женились. Ну ладно, родился и женился, все будет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья он не изменит, товарищ Шурков Друзья он не изменит, товарищ Шурков Друзья он не изменит, товарищ Шурков Держи большую выщер, учитель Шурков Друзья он не изменит, товарищ Шурков Друзья он не изменит, товарищ Шурков Дождь шурков Дождь пришел до самой сути Мулеще Шурков Субтитры создавал DimaTorzok Студентבаски Рантов Растит он много лет В их душах оставляя неизгладимых стен. На всей планете много его учеников, На светлую дорогу их выпил шерст шумков. На светлую дорогу их выпил шерст шумков. Потерь его он знает, и шелоков окош, Отважно обречает он раковскую ложь. В родной литературе один из знаков окош, Неистовый ревнитель, ученый шерст шумков. Неистовый ревнитель, ученый шерст шумков. Мы песню весь кончаем, наш шаг и тройный пост. Мы друга величаем, поднявшись в стопы рост. И в эту годовщину любой сонцать готов. Красивый был мужчина, профессор шерст шумков. Отличный был мужчина, профессор шерст шумков. Спасибо вам, дорогие мои, что вы пришли ко мне на праздник. Особая благодарность и объятие тем, кто выступил, кто спел. Вы знаете, мне было ровно 16 лет, 16 лет, как я переступил, как я вошел в калитку, вот эта вот калитка, которая входит. Она не изменилась за 63 года. И вот сейчас я вхожу в эту же калитку. 63 года. Связаны с нашим институтом, университетом, теперь с этим зданием и с этой аудиторией. Раньше благодарили партию и правительство. Теперь у нас партий очень много, и ни одна из них мне не нравится. Правительство, правда, одно, но не дай бог, чтобы оно еще долго просуществовало. Сейчас прошли выборы, и члены этого правительства заволновались. И им оказываются результаты этих выборов не по душе. Но просто-напросто, значит, эти ученые, а ведь они почти все пришли из институтов академических, все доктора наук, профессора, и никто из них, видимо, так и не уяснил, и не запомнил знаменитые строчки Чучева. Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить, у ней особенное стать. В Россию можно только верить. И вот они, измотавший народ, довели до того, что, черт возьми, Жириновский чуть не президентом становится. Вот ведь какая история. Поэтому я не могу благодарить это правительство, поставившее профессоров, в смысле окладов, ниже любой уборщицы. Я не буду продолжать оценивать сегодняшнее положение народа и страны, и науки. Это ужаснейшее положение. В моих воспоминаниях есть там и об этом. Я вас приглашаю прочитать. Я хочу сказать, что вот я сейчас думаю за эти 63 года, и самое главное, самое существенное в моей жизни, что было, что повлияло на меня, что сделало из меня кое-что, это был наш коллектив, начиная с великих ученых, учителей, педагогов 30-х, когда я начинал мальчишкой учиться, 40-х, 50-х годов, а затем появление новой смены, которая вот теперь уже, видите, доросла и до такого возраста. Все это здесь формировалось, и я бесконечно благодарен этому коллективу. Я хотел лично поблагодарить ректора нашего института, Виктора Леонидовича, потому что это первый ректор, который не послан нам Богом, не свыше дан из СК. Обычно их оттуда выгоняли, или там отцом, они и посылали к нам. Помните всех ректоров, они все оттуда. А вот Виктор Леонидович от нас пошел. Это наша порость, из нашей среды. Он знает все о нашем институте и заботе и горе. Жаль, что он попал в это труднейшее время. Надеемся, ненадолго оно продолжится. У меня есть такие друзья, если меня спросили, что я больше всего люблю. Я очень люблю, правда, маленьких детей. Вот в кинофильме Петр Первый, великий кинофильм этот, имеет один эпизод, когда император берет младенца, поворачивает ее к себе попкой и целует. Это для меня удивительная сценка, удивительный эпизод. Я люблю малышей, я люблю женщин, очень люблю женщин. Я люблю своих детей, жену люблю, без жены я бы, наверное, давно ушел из жизни. Но, кажется, больше всего, пусть дети на меня не обидятся, я люблю друзей, дружеское окружение, дружеское пиршество. Это для меня ну жизненный пирс, без которого мне тоже нельзя жить. Вот это все коллектив, учителя велики, дружба, хорошая у меня дружная семья, удивительные женщины, которые меня окружали. Все это помогало мне жить и кое-что создать. Я вам в заключении скажу только одну фразу. Вот раньше, вернувшись из плена, я всегда мучительно переживал недоверие. Недоверие. Может быть, поэтому я так верил и верю людям. Недоверие, оно меня мучило, угнетало, потому что я не мог сказать, я люблю советскую власть, лицемерие, как бы чего там у него не было каких-нибудь грехов, хочет замолить. Я очень высоко ценю Ленина, скажу, ах, опять не то. Вот теперь, когда столько предательств в другом, когда каждый может стать «я фашист». У меня, пожалуйста, майкап на столе лежит и попробуй с ним что-нибудь сделать. Нет? Я же, как был все 63 года с пионером, как поверил в великие, прекрасные идеи, идеи коммунизма в самом глубочайшем смысле этого слова. И социализм не в том исполнении, как это было при нашей советской власти, хотя там было очень много нужного и ценного для развития человечества, но идея коммунизма, она ведь родила раньше по всей истории человечества. Да, была Барижская коммуна, потом 905-й год, потом вот 70 лет, не думайте, что это все кончилось и что человек, облетевший вокруг статуи свободы на самолете, вдруг отказывается от коммунизма и приветствует капитализм, схватил Русь, матушку заволся и тащит туда, хотя каждый ребенок уже понимает, куда сам капитализм уж стал не тем, чем он был, и он меняется, он не может иначе. Вот я теперь могу сказать свободно, и никто не заподозрит меня, и никто не упрекнет меня в неверности, в предательстве, я предан и всегда до конца, осталось немного, до конца буду верен идеям колонизма. Это творчество всей истории человечества, а не Маркса и не большевиков. И, дорогие мои, любимые мои, простите, я устал сам, может быть, не стройно у меня все выходит, я хочу, помните, 70-летие мое, я к вам обратился и сказал, всех приглашаю на 80-летие. Я теперь вас очень прошу, я рискнул и риск оправдался, очень прошу, приходите ко мне на 90-летие. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...